В 2018 году в Гомельской области зарегистрировано более 5000 инсультов. Там, где пациент проявил бдительность, а медицина смогла оперативно вмешаться, удалось избежать серьезных проблем. Именно поэтому так важно внимательно относиться к себе и своему организму и не откладывать обращения к специалистам. Ведь инсульт занимает лидирующее место в мире среди причин смертности. О том, как защитить себя и своих близких от бомбы замедленного действия, интервью координатора инсультной школы Натальи Галиновской. Наталья Викторовна, вначале немного статистики в качестве введения в тему. Для зрителей в первую очередь проблема инсультов не просто актуальна, а гиперактуальна для региона и Белоруссии в целом. Почему? В прошлом году в нашем регионе случилось 5000 инсультов. Это не такая большая цифра, но если представить себе... И все-таки за каждым из них в жизни здоровье граждан? Совершенно верно. Каждый случай – это трагедия не только самого человека, но и его семьи, и общества в целом. Наверное, еще более проблемно звучит следующий факт. Инсульты молодеют? С чем это связывается? К сожалению, это связано с тем, что у молодых мужчин нет желания наблюдаться и следить за своим здоровьем. Они не всегда ходят в поликлинику, не всегда измеряют его. Многие из них курят, и, к сожалению, многие пьют алкоголь. Именно мужчин касается эта проблема первостепенно? Для женщин она становится более актуальной после 60 лет. Вот тогда у женщин инсульты существенно нарастают. Вообще женщины более заботливы о своем здоровье? Или же нет? И да, и нет. Скорее женщины заботливы о детях, чем о себе. Но женщины более способны к выживанию. Кстати, о сознательности населения, думаю, что вряд ли будете хвалить пациентов. Во-первых, это расслабляет? Не хвалите точно. Не то слово. Ругать пациентов стоит очень. Потому что самое главное, что мы можем сделать для пациента, мы можем сделать первые 4,5 часа от момента инсульта. Но мы, к сожалению, не видим пациента в это время. Они остаются дома и ждут, пока все пройдет. То есть то самое самозапущение, о котором иногда пишут специалисты и эксперты, оно вот налицо, а та самая ранняя диагностика, она так важна. А у нас есть такой термин, он называется терапевтическое окно. Это те самые пресловутые 4,5 часа, в которые можно найти признаки инсульта. Причем эта диагностика зависит не от нас, она зависит от пациента, от его родственников. На что стоит обратить внимание? Как бы посоветовали действовать каждому, кто смотрит, если вдруг придется столкнуться? Есть такая международная программа, она называется система FAST. В ней выделено 3 признака, которыми проявляет 70% инсульта. Нужно вытянуть вперед руки, если одна рука опускается, значит мы вызываем скорую помощь. Попросить пациента улыбнуться, и если лицо будет перекошено, те же действия. И попросить назвать свое имя. И если вдруг возникли подозрения, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Инсульт может возникнуть совершенно внезапно. Например, из сердца прилетел тромб, он закупорил сосуд, и у человека случился инсульт. При этом давление может быть нормальным. Не нужно смотреть на остальные признаки. Если вот один из этих признаков сработал, достаточно для того, чтобы вызвать скорую помощь. У нас есть всего 5 минут для того, чтобы определиться с тем, что это. И нет каких-то признаков, предшествующих инсульту. Поэтому если человек почувствовал себя плохо, и ему больше 50 лет, то уже достаточно оснований для того, чтобы провести это тестирование. И буквально коротко в завершении о медицинской базе, которая создана здесь в регионе. Можем ли мы достойно оказать помощь и поддержку и по реабилитации, по восстановлению, ну и, конечно, по лечению, оказание первой помощи пациентам, которые обращаются? Несомненно. У нас разработана этапная система оказания инсультной помощи буквально с самых первых минут. В этом году у нас вышли нормативные документы, которые определили пошаговую стратегию на каждом этапе. Скорая помощь знает, что она должна делать поминутно. У нас есть стационары, оказывающие инсультную помощь. Они работают согласно международным стандартам. И если пациент сознательно приехал вовремя, то ему окажут помощь на самом высшем уровне. Его будет ждать инсультная бригада, ему проведут тромбоэлитическую терапию, если он успеет в терапевтическое окно. И если у него останутся последствия, то, конечно, ему будет оказана реабилитационная помощь. Ну вот, как видим, система отточена как чёткий механизм. Дело за малым, казалось бы, за нашим внимательным отношением к себе и своим близким. Но далеко не всегда так бывает. К сожалению, да. Мы ждём своего пациента. Увы, инсульты случаются. И здесь мы можем помочь. Главное, вовремя его распознать. Спасибо за эту порцию полезной информации. Успехов, здоровья вам и вашим близким. Спасибо.